Всем привет! С вами Марина. Сегодня я расскажу вам о коляске Валка Бэйби Снап Ультра Тейлор Мэйд. Коляска выполнена из очень хорошей, приятной, качественной ткани. Ткань не скользит. Также вы обратите внимание, здесь есть в комплекте сразу накидка для ножек. Очень удобная, утепленная. Крепится достаточно легко. Есть вот такие вот крючочки, которые вы крепите к раме. Также с внутренней стороны есть две липучки, которые можно закрепить на бампере. Если вы хотите использовать коляску так, чтобы у вас подножка была опущена, на чехольчике есть возможность, вот здесь в районе ножек, расстегнуть молнию и увеличить его для того, чтобы у ребенка были ножки под углом 90 градусов. Также здесь есть еще дополнительно два боковых кармана больших на молниях. И впереди тоже достаточно большой удобный кармашек, куда можно убрать пледик там или что-то, то, что вы хотите иметь по-другому всегда, пеленочку. Вот такое приятное дополнение идет уже в комплекте. Подножка регулируется, здесь по бокам есть серые кнопочки. Для того, чтобы подножку поднять, вам необходимо просто потянуть ее вверх. Если вы хотите ее опустить, вы нажимаете на серые кнопочки и она у вас опускается. Высота подножки 23 см, глубина сиденья 23 см, ширина 30 см, высота спинки 48 см. Чем мне очень понравилась эта коляска, это возможностью сделать в ней полностью горизонтальное спальное место. То есть, несмотря на то, что здесь блок может переставляться как лицом к маме, так и лицом к дороге, основная масса таких колясок имеют сиденья в форме гамака. Здесь производитель от формы гамака отошел и сделал возможность полностью горизонтального положения для сна. Вы опускаете спинку, поднимаете подножку и у вас получается полностью горизонтальное спальное место размером 90 см. То есть, ребенок достаточно взрослый уже здесь будет себя комфортно чувствовать и ему будет удобно. Спинка регулируется очень легко. Как основные все коляски Валка Бэби, у них очень легкая регулировка. Здесь есть клавиша, когда вы на нее нажимаете и тянете вниз, у вас спинка опускается. Для того, чтобы вам ее поднять, надо просто потянуть вот так вверх ремешочек, и она у вас уже принимает вертикальное положение. Бампер поворотно-откидной. Его можно открыть с любой стороны. Также очень мне нравится то, что бампер обшит тканью. И есть возможность эту ткань снять и постирать. Потому что многие маленькие дети любят бампер грызть или ухватиться за него грязными руками, а потом лицом в него уткнуться. В общем, для того, чтобы маме было спокойно, комфортно, этот бампер у вас всегда будет содержаться в чистоте. Потому что всегда можно снять чехол, постирать и не беспокоиться о том, что ребенок что-то грязное потянет в рот. Также обратите внимание, здесь пятиточечные ремни безопасности с мягкими плечевыми накладками. Ремешочки разъемные. Если вы считаете, что плечевыми ремнями ребенка пристегивать вам неудобно, вы их можете в плечевые ремни убрать, оставить только поясничный ремешочек. Ремешки очень легко закрываются, открываются. То есть никаких усилий вам прилагать не нужно. Все очень-очень удобно. Еще один огромный плюс, на мой взгляд, это достаточно хороший, большой и функциональный капюшон. Он имеет четыре секции. Две основные и две дополнительные на молнии. Одна из которых тканевая. Вторая же секция выполнена в форме сеточки. И вот если мы полностью открываем капюшон, обратите внимание, насколько глубоко у вас он закрывает ребенка. Ни снег, ни ветер, ни дождь, ни солнце ребеночка беспокоить не будут. На задней стеночке, вы можете обратить внимание, здесь есть накладные карманчики. Их три штучки. Достаточно хорошего объема. Один из которых выполнен из сеточки, предполагается, что он для мобильного телефона. Но можете использовать, естественно, их на свое усмотрение. При опущенной спиночке мы можем убрать сзади шторку. Она вот так вот аккуратненько у нас имеет возможность фиксироваться на пуговку. И тогда мы получаем очень хорошо проветриваемое сзади окошко из сеточки. Но в то же время, обратите внимание, здесь пришита дополнительная планочка. И когда у вас шторка эта закрывается, то никакой ветер сюда не попадает. Еще хочу сказать такой момент. Здесь дополнительно внутри вшитые липучки. Для того, чтобы у вас ребенка во время сна не беспокоили вашей манипуляцией с этой шторкой. Я вообще очень люблю магнитики вот эти вот. Они бесшумные и очень удобные. Коляска имеет, как я уже говорила, возможность поставить ее как лицом к дороге, так и лицом к маме. Здесь реверсный блок. Можете увидеть на блоке вот здесь по бокам такие, как небольшие ручечки. Вы за них поднимаете колясочку вверх и переставляете ее уже в положение лицом к маме. Так что, если у вас ребенок очень любит с вами общаться во время путешествий на колясках, вы ставите его лицом к себе, всю дорогу беседуете. Ребенок спокоен, вам тоже комфортно и все довольны. Значит, что касается колес. Колеса задние 25 см диаметром. Из мягкой такой резины. Но они не шумные. Достаточно комфортные при езде. Ширина шасси 55 см всего лишь. Это достаточно узкое шасси. Имеется ножной тормоз. Здесь есть указатель, значит, поставить коляску на тормоз и снять с тормоза. Также все колеса съемные и в любой момент вы их можете помыть. Передние колеса поворотные. Имеют возможность фиксации. Здесь есть вот такая большая клавиша. Вы ее опускаете вниз. У вас передние колеса фиксируются. Это облегчает прохождение не очень хорошего участка в дороге. Корзина очень большая, с хорошим доступом. В корзинке жесткое дно. Она не провисает. То, что мне тоже очень понравилось в этой коляске. Также здесь есть страховочный ремешок. Высота ручки 102 см. Достаточно комфортная и удобная. Эту колясочку можно складывать вместе с прогулочным блоком. Здесь предусмотрена функция, чтобы мы могли этот блок опустить вниз. Вот по бокам здесь есть две большие черные клавиши. Вы их нажимаете. Затем нажимаете вот такие маленькие серые клавиши. И гамак у вас опускается вниз. Затем, как во всех колясках балка BabySnap, идет дальше сложение уже традиционное. Большая серая кнопка, клавиши на ручки. И от себя вы закрываете колясочку. Вот так она складывается вся вместе, компактно и очень удобно. Также она у вас может стоять. Если у вас немного места дома, и вам необходимо каждый раз коляску складывать, вы можете вот так вот прекрасно колясочек поставить где-то около стеночки. Она никому не будет мешать. Для более компактного сложения мы можем опустить еще подножку. И колясочка у нас получится в довольно-таки компактном, сложенном виде. Ну, разложить ее так же просто. Отходим в сторону серый фиксатор. Берем ее за ручку. Аккуратненько ставим на колеса. И для того, чтобы нам поднять гамак, уже нам ничего нажимать не нужно. Мы его просто поднимаем до щелчка. Вот такая вот достаточно удобная, легкая коляска. Весит порядка 8,5 килограмм. Очень мне нравится здесь обработка рамы. Она красивого серого такого графитового цвета. Ткань, еще раз повторюсь, не скользящая. Очень комфортная. Обратите еще внимание, достаточно широкая опора для ножек ребенка. Здесь вставочка прорезиненная. То есть уход достаточно легкий. Просто протирается тряпочкой все. На мой взгляд, очень удачный вариант как весенней и летней коляски. Так, в принципе, ее можно использовать как всесезонную коляску при условии хорошо чищенных дорог. Ну, надеюсь, что кому-то помогла в выборе. Обратите внимание на эту модель. Очень достойная. С хорошим легким весом. С узким шасси. Достаточно неплохое посадочное место. Спальное место шикарное. 90 сантиметров. Абсолютно ровное. Можно использовать уже с малого возраста ребенка. В комплекте идет, как бонус, прекрасная вещь, это накидка на ножки, которая пригодится в нашем климате. Отстегивающийся с двух сторон банкер, что тоже очень удобно для ребенка и для мамы. Ну, надеюсь, что помогла кому-то с выбором. Если какие-то у вас остались вопросы, пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Если понравилось мое видео, ставьте лайки. Всем пока, удачи!